Итак, всем добрый день. Сегодня мы продолжаем наше обсуждение книги Леона Хорстона «Метафизика и математика произвольных объектов». Сегодня третья глава, которая, собственно, так и называется «Произвольные объекты». И в этой главе Хорстон дает определение, ну, не то чтобы прям определение, но вводит понятие произвольного объекта и как-то его предварительно обсуждает в духе наивной метафизики, той концепции, которую он принимает. Ну что, давайте приступим, собственно, с мотивации начнем. Вот давайте рассмотрим эти вот три утверждения. Человек в Клэпхэмском умнибусе любит рыбу и чипсы, коровы млекопитающие. И возьмите произвольное натуральное число, либо оно равно нулю, либо оно больше нуля. Вот, соответственно, возникает вопрос, что обозначают эти вот подчеркнутые выражения. Соответственно, человек в Клэпхэмском умнибусе, корова и произвольное натуральное число. На это можно дать, ну, три принципиально разных ответа. Рассел бы сказал, что они ничего не обозначают. Это видно из их логической формы. И на самом деле они являются квантерными выражениями. Да, там вот через квантеры и какие-то наборы предикатов анализируются. Ну и, соответственно, там логическая структура достаточно сложная. Фрэгги бы сказал, что они обозначают обычные конкретные объекты, но просто никто не знает, какие именно. То есть это вот отношение референции, отношение указания является произвольным с точки зрения Фрэгги. То есть никто не может знать, какие объекты обозначаются этими выражениями. С другой стороны, квайн, которого, собственно, Хорстон берет в качестве основания своего и которую он развивает, квайн говорит, что в эти выражениях они обозначают произвольные объекты. То есть произвольного человека в первом случае, произвольную корову какую-то во втором, и произвольное натуральное число, собственно говоря. А Рассел дает здесь непрямой такой семантический ответ. Да, это ответ на вопрос о произвольных объектах. А наивная метафизика, она предполагает более прямой путь. Ну, пусть даже Рассел и Фрэгги правильно понимают логическую форму вот этих вот трех предложений, мы все равно с точки зрения Хорстона можем игнорировать семантику естественного языка и задаваться вопросом о том, каковы произвольные объекты. Вот мне, честно сказать, эта точка зрения кажется очень симпатичной. Я уже давно примерно так же и думаю, и мне было, ну, в какой-то смысле интересно и удивительно, да и приятно встретить такую точку зрения в какой-то книжке. Значит, что я сначала про себя скажу, потом продолжу. Что мне конкретно не нравится в точке зрения в духе вот Фрэгги и Рассела? И той точки зрения, которая в основном сейчас культивируется, в настоящее время культивируется в рамках философии языка, в особенности в аналитической философии. Мне не нравится, что естественный язык, или какой бы то ни был еще язык, но в основном это все же естественный, берется в качестве условия корректности для философских теорий. Ну вот, то есть мы в рамках философии языка даем какое-то объяснение некоторому феномену, а потом смотрим, как у нас язык употребляется, условный какой-нибудь там английский, русский или еще какой-то. И говорим, ага, вот здесь у нас условия истинности не такие, как в естественном языке, значит, что-то с нашей теорией не так, надо ее пересматривать. Вот, мне кажется, философия такими вопросами заниматься должна. Это не философский вопрос, заниматься, как у нас там неестественный язык, который мы фактически употребляем, работает. Это как бы задачи лингвистов, еще кого-нибудь, но не философов. Поэтому мне вот эта вот точка зрения, которую здесь Хорстин высказывает, очень симпатична. Вот, то есть мы вполне можем задаваться вопросами о том, что же такое произвольные объекты, не оглядываясь на семантику естественного языка и вообще на семантику какого бы то ни было языка, если можно даже радикализировать эту позицию. Вообще, откуда берется понятие произвольного объекта? У него достаточно богатая история, и Хорстин ее очень кратко упоминает. Он говорит, что понятие произвольного объекта достаточно часто употребляется в математике до времен Фрегги. Фрегги подверг критике употребления этого понятия. В частности, вот Хорстин ссылается на фреггевскую статью, что такое функция, и в ней Фрегги достаточно так серьезно прошелся по лекциям по дифференциальному и интегральному исчислению австрийского математика Эммануэля Чубера. Я не стал выводить цитату, которую Хорстин приводит у себя в книжке на слайд, но я просто прочитаю, что там Фрегги пишет, чтобы вам было понятно. Значит, Фрегги говорит следующее. Он заявляет, конечно, мы можем говорить о какой-то неопределенности, однако неопределенное здесь является не прилагательным к слову число, а наречием неопределенно, скажем, к слову указывать. Нельзя сказать, что какое-то N обозначает неопределенное число, но можно, пожалуй, сказать, что оно указывает числа неопределенно. Вот. И он говорит, что это имеет место везде, где в арифметике употребляются буквы, кроме там немногочисленных случаев констант типа пи, там е, и, ну вот такое вот. Ну и, собственно, это одно из замечаний по поводу работы Чубера, которое высказывает. Собственно говоря, вот после этой критики понятие объекта с точки зрения Хорстона из математической практики исчезает. Но Хорстон говорит, что, в общем-то, употребление этого понятия возрождается, идея произвольных объектов возрождается в 80-х годах, вот в работах, собственно говоря, Файна. С точки зрения Хорстона наивную метафизику не интересует какая-то онтологическая сводимость произвольных объектов к чему бы то ни было. Ну, это мы видели и в самой, ну, в предыдущей главе, где, собственно, Хорстон пытался объяснить, в чем состоит идея наивной метафизики. Он говорил о том, что наивная метафизика, она как бы не про сводимость одних объектов к другим. Вот, то есть наивную метафизику не интересует онтологическая сводимость произвольных объектов к чему бы то ни было еще. Вот, но не совсем ясно для Хорстона, что означает онтологически значимый смысл существования. Вот он там приводит тоже цитату Файна, который говорит, что, ну, вот, если вы меня спросите, существуют произвольные объекты или нет, то там в разных, как при разном отношении он дает разные ответы. Он говорит о том, что если вы меня серьезно спрашиваете, существуют они или нет, я, конечно, скажу, что они не существуют. Но, тем не менее, они как бы есть в каком-то другом смысле. Вот, ну, то есть вот какой-то онтологический значимый смысл существования не предполагается у Файна, но Хорстон говорит, что ему непонятно, что тут Файн хочет этим сказать. Вот, ну, и такое еще замечание, что термины произвольные и вот генерический или родовой, ну, я не знаю, подумал, что, может быть, обобщенный, как вариант перевода тоже подходит, они будут употребляться синонимично. Здесь только лишь вот это вот обобщенный или родовой, это специальный термин, но он будет употребляться по отношению к структурам. Так, произвольные объекты будут противопоставляться конкретным объектам. У Файна конкретные объекты называются индивидными объектами. И, в общем-то, вот эти вот конкретные объекты, они являются каким-то непроизвольными объектами фоновой онтологии. То есть есть некоторая фоновая онтология, и вот содержание этой фоновой онтологии это вот произвольные объекты, да. То есть мы используем тут фоновую онтологию, вероятно, в духе Куайна. Ну вот, дальше идет объяснение того, что же Рассел думал о переменах. Причем Рассел, конечно же, ранний тут имеется в виду. Рассел менял свои точки зрения, как известно, довольно часто, и особенно в ранний период своего творчества. Вот, что же такое переменная, по мнению Рассела? Переменная это, по мнению раннего Рассела, переменная это некоторый символ, у которого нет какого-то фиксированного, а нет, это, извиняюсь, это не Расселская точка зрения. Это общепринятая. Общепринятая точка зрения состоит в том, что переменные это символы, у которых нет какого-то фиксированного обозначения. Ну там типа есть всякие неполные выражения, там x лошадь, они не имеют фиксированного значения. А до работы об обозначении у Рассела была другая концепция переменных. Рассел говорил о том, что переменные можно разделить на, точнее, можно говорить о термах, и понятие терма употребляется синонимично понятию сущности. Вот термом называется «все, о чем можно мыслить». И термы делятся на два вида. Есть вещи, они в пропозициях встречаются на месте субъекта. А вот с точки зрения Рассела пропозиции состоят из конкретных вещей, каких-то объектов. То есть это не фреггерская концепция, когда мысль состоит из смыслов. С другой стороны, у термов есть такой вид, как понятие. Вот понятия, они могут встречаться и на других местах, не только на месте субъекта. Ну, в частности, они на месте предиката встречаются. И, собственно говоря, вот эти понятия, они в отличие от вещей обозначают что-то. Рассел рассматривает в своих принципах математики следующее выражение. Все А, каждый А, любой А. И вот он говорит, что все А – это выражение, которое говорит о целокупности А, как о некотором едином объекте. Каждый А – это о каждом А в отдельности. И любой А – это выражение, которое говорит об одном отдельном А, но неважно о каком. О каком-то неопределенном. Вот, это некоторый объект. То есть, чтобы мы не приписали этому объекту А, любой А, соответственно говоря, что бы он ни обозначал, вот эта вот А пропозиция все равно будет истина. Но вот это вот любой А не говорит о каком-то отдельно взятом, таком конкретном объекте. Оно говорит о некотором неопределенном объекте с точки зрения вот этого раннего Рассела. И вот это вот любой А – это не то же самое, что некоторое отдельное число там. Это, соответственно, особый вид разговора об объектах, которые отличаются от все, там, каждый. И вот в таком роде. В таком роде. Вот, то есть, с точки зрения Рассела, получается, что какой бы объект мы вместо А не выбрали, пропозиция будет истинная об этом выбранном объекте. Этот вот любой объект, он не обозначает какой-то конкретный объект, в отличие от Фреги, да. Фреги там говорит о том, что всегда какая-то конкретная вещь обозначается. Вот, ну, пропозиция все равно будет истина. И этот самый отдельный, этот самый любой А, он не совпадает с отдельным. Да, это не все, не каждый. Это особый вид разговора. Вот. Что еще Рассел говорит о переменных? Он говорит о том, что есть истинные или формальные переменные, и есть ограниченные переменные. Вот в истинных или формальных переменных любой терм и некоторая сущность – это какое-то понятие, обозначающее истинную пропозицию. Вот. Для ограниченного понимания переменных у нас получается, что у нас обозначение идет некоторой ограниченной переменной. И Рассел это иллюстрирует следующим образом. Вот он говорит, вот давайте посмотрим, любое число есть число. Вот тут у нас есть подчеркнутое любое число. Что оно обозначает? Если эта подчеркнутая часть обозначает какой-то определенный объект, то это не один, не два, не три и так далее. Это что-то другое. Но все вот эти вот объекты – один, два, три и так далее – это числа. Тогда выражение «любое число» не может быть числом. Но, с другой стороны, выражение «любое число» обозначает какое-то одно число. И тут об одном каком-то числе говорится. Но причем обозначает не отдельное число. Рассел тут пытается поставить вопрос, что же тут имеется в виду. Так, ну, это вот я только что сказался. Вот. Еще какую концепцию Рассел предлагает? Он говорит, что выражение «любое А» обозначает переменную конъюнкцию термов. Что он имеет в виду под переменной конъюнкцией термов? Понять на самом деле сложно. И Хорстен говорит о том, что имеются очевидные трудности интерпретации, связанные с тем, что эта концепция так и не была у Рассела разработана. И вообще взгляды раннего Рассела у переменных – это такие предварительные какие-то наброски, которые в дальнейшем так и не были развиты. связаны с тем, что еще никаких там общепринятых обозначений не было. Да, там кавычки Рассел используется совершенно не так, как сейчас это делают. И в некоторых местах употребление кавычка, выражение «любое А» у Рассела как-то неоднозначилось. Вот. То есть имеет место такие вот трудности интерпретации. Ну, в дальнейшем теория переменных была Расселом оставлена. Она осталась так-то неразработанной, она неполна, но в ней имеются какие-то интересные и важные моменты относительно произвольных переменных, на которые Хорстен предлагает обратить внимание. Правда, в дальнейшем он к Расселу возвращаться уже практически не будет. Но что интересное еще у Рассела в его теории переменных есть? С точки зрения Рассела у переменных есть некоторая индивидуальность. Рассел рассматривает следующие два выражения. Он говорит «любой терм имеет отношение к любому терму». Это одно выражение. И второе «любой терм имеет некоторое отношение к самому себе». Это два выражения, которые говорят разным. Соответственно, мы можем как-то отличать переменные по их индивидуальности. Ну, как я сказал, Рассел оставил эту концепцию в дальнейшем, но тем не менее интересные наметки какие-то в ней есть. Вот, что же за произвольные объекты? О каких таких объектах Хорстен предлагает говорить? Мы будем говорить о произвольных объектах некоторого данного вида F. Произвольными объектами некоторого данного вида F будут абстрактные сущности, которые могут находиться в некотором состоянии, и это состояние принадлежит пространству состояний, связанному с F. Конкретные или частные, может быть, было бы верно даже говорить, но я буду говорить конкретные. Конкретные объекты не могут находиться в таких состояниях. Произвольные объекты – это какие-то абстрактные сущности. Например, произвольный человек – это абстрактная сущность. Она принимает любое значение из класса всех отдельно взятых конкретных людей. Вот этот класс отдельно взятых конкретных людей – это связанное с видом человек пространство состояния. Значит, произвольные объекты можно подразделить на независимые и на зависимые. У зависимых имеется некоторая функциональная зависимость. И, допустим, если произвольный объект принимает какое-то значение, то это значение может повлиять на значение других произвольных объектов. Например, Рассел говорит о произвольных людях тоже. Он говорит, что можно рассмотреть произвольного человека и, например, можно рассмотреть еще понятие «быть матерью». Получается так, что когда у нас быть матерью произвольного человека – это все матери, какие у нас есть в нашем пространстве, в нашем множестве объектов. С другой стороны, если мы произвольному человеку приписали какое-то конкретное значение, вот он у нас Джон какой-нибудь, то тогда мы уже говорим о конкретной матери Джона. У него не может быть произвольной матери никакой. Выбор значения для одного произвольного объекта повлиял на значение для другого произвольного объекта. Соответственно, эти произвольные объекты… Ну, произвольный объект, который вот «мать» – это зависимый произвольный объект. Здесь можно говорить и о цепочках зависимостей, можно говорить о сложных зависимостях, когда на выбор значения влияет не какой-то один объект, а несколько. Можно говорить о цепочках в смысле того, что выбор значения для одного влияет на выбор значения для другого, который в свою очередь влияет на выбор значения для третьего, Ну и получается так, что если мы знаем, каково состояние произвольного объекта во всякой ситуации, то мы знаем все о природе этого произвольного объекта. То есть нам для того, чтобы понять произвольный объект, нужно знать, каково значение этого произвольного объекта во всякой возможной ситуации. Ну и понятие призвольного объекта, как говорит Хорстон, является тонким, то есть оно никаких онтологических обязательств дополнительно не влечет. Дальше. Он говорит, что давайте попробуем какие-то подобные принципы для произвольных объектов тоже найти. С точки зрения Хорстона состояние произвольного объекта функционирует как связанные с ними классы. И он дает некоторый набор принципов. Ну с тождеством все достаточно ясно и оно даже особо-то не обсуждается у Хорстона. Принцип тождества следующий. Для всякого F и любых произвольных A и B из этого F, A совпадает с B тогда и только тогда, когда во всякой ситуации их значения совпадают. Два произвольных объекта некоторого общего вида совпадают, они тождественны друг к другу, если они совпадают по своим значениям во всякой ситуации. С другой стороны, принцип свертки вот уже может быть проблематичным. И об этом я сейчас скажу. Принцип свертки Хорстон формулирует предварительно в пункте 3 и 4. Он говорит, что для любого условия F, выполняющегося для каждого элемента не пустого множества A объектов вида K, и только для них имеется произвольный объект A, который может находиться в состоянии быть элементом A и не может находиться в другом состоянии. Ну это для свойств принцип. Очевидно, мы можем обобщить принцип 3 и 4 до отношений. И это у Хорстона в виде принципа 3 и 5 формулируется, но я не стал его отдельно выписывать. Какая же здесь проблема? Собственно, проблема заключается в том, что тут парадокс Рассел может возникнуть. Ну давайте мы возьмем условия следующего вида. Х это произвольный объект, который не может быть в состоянии быть тем же самым произвольным объектом. У нас возникает ситуация в духе парадокса Рассела. Это нежелательно, нам нужно что-то сделать. Мы можем ввести ограничения для нашего принципа свертки, то есть для принципа 3 и 4, ну и собственно для принципа 3 и 5 аналогично. Значит мы будем применять свертку только к индивидам, которые состоят из конкретных объектов вида К. То есть к произвольным уже применять не будем. Тогда у нас парадокс Рассела не возникает. У нас получается принцип 3 и 6 вот такой вот, где этот принцип в общем-то совпадает пословно с принципом 3 и 4 за исключением того, что вот о конкретных объектах идет речь. В принципе 3 и 6. Вот, но это ограничение с точки зрения Хорстона слишком сильное и оно является скорее первым шагом к типизированной теории произвольных объектов, типизированной в духе Рассела. То есть некоторая иерархия типов должна быть задана. Скорее всего это простая иерархия типов, не разветвленная, как в принципе математика. Ну, хотя может быть можно и разветвленную какую-нибудь сделать. Но это подробно у Хорстона не обсуждается. Значит, если мы вводим такую иерархию типов, то у нас получается такая вот картина. У нас будут произвольные объекты, которые будут абстрагированы от конкретных объектов. Они будут называться произвольные объекты первого уровня. Потом у нас будут произвольные объекты, которые абстрагированы от произвольных объектов первого уровня. Они будут произвольными объектами второго уровня. Ну и так далее, сколько угодно. То есть вот такие вот уровни для произвольных объектов вводятся для того, чтобы от парадокса Рассела избавиться. Но, тем не менее, вот этот принцип 3.6, свертка наша типизированная, она и его обобщение для отношений и переход не просто от конкретных, а вот уже к нормальной иерархии типов, они подвержены возражению в духе Джорджа Беркли. Как бы это ни было удивительно. И Хорстон излагает это возражение следующим образом. Пусть у нас есть некоторое Б, это какое-то независимое произвольное натуральное число. Я буду дальше НЧА использовать. Вот, натуральное число Б является натуральным числом. Каждое натуральное число является либо четным, либо нечетным. Значит, произвольное натуральное число Б является либо четным, либо нечетным. Но согласно принципу 3.6, вот это самое B, оно не является ни четным, ни нечетным, оно не конкретный объект какой-то, настолько конкретные натуральные числа таковыми являются. Соответственно, у нас противоречие, да, и значит, обычно из этих аргументов, с точки зрения Хорстона, делают вывод о том, что понятие произвольного объекта является путанным, да, и здесь происходит совершение категориальной ошибки. Да, он, если я правильно помню, на Юма ссылается и хвалит то, как Беркли критиковал понятие общих идей у Лока. Вот общие идеи у Лока, они, в общем, очень похожи на какие-то произвольные объекты. Ну, Хорстон на это возражение отвечает следующим образом. Он говорит, что нет, произвольное натуральное число не является натуральным числом. То есть второй пункт, да, вот в реконструкции возражения Беркли, он неверен. Соответственно, дальнейшее рассуждение выстроено быть не может. Натуральные числа – это конкретные объекты, 0, 1, 2, 3, ну и так далее. Домен произвольных натуральных чисел рассматривается как содержащий натуральные числа в качестве предельных случаев, но домен, и он представляет собой расширение натуральных чисел с точки зрения Хорстона. Вот. Значит, свойства и отношения, да, можно поточечно перенести от конкретных чисел к произвольным, и поэтому произвольное натуральное число очень похоже на натуральное число. Но, тем не менее, Хорстон настаивает на том, что произвольное натуральное число, несмотря на свою похожесть, да, несмотря на то, что там какие-то свойства и отношения переносимы от конкретных натуральных чисел к произвольным, произвольные натуральные числа все же не являются натуральными числами. Дальше у нас пространство состояния. Когда FINE обсуждает пространство состояния, пространство состояния это термин Хорстен. FINE использует термин диапазон значений. Значит, вот это вот быть некоторым произвольным F это понятие какого-то типа, понятие некоторого типа. Но можно говорить об универсальном типе. Универсальный тип это некоторый произвольный тип O над всеми конкретными объектами, взятыми как пространство состояния. Вот обычно мы не говорим. Вот Хорстен говорит, что обычно мы, ну и поскольку это работа все же по философии математики, обычно математики работают в каких-то локальных контекстах и для них нет смысла отождествовать элементы типов разных типов произвольных объектов. Ну, когда, например, там множество какие-нибудь отождествляются с, допустим, натуральными числами, целыми числами или, там, не знаю, дедакиндовые сечения отождествляются с действительными числами, допустим, или что-нибудь в этом роде. В локальных контекстах это какого-то особого смысла не имеет. Полностью универсальный тип, диапазон значений которого состоит из всех конкретных произвольных объектов, очевидно, невозможен, опять же, из-за парадокса Расселла. Вот, дальше. Фреги тоже выдвигает возражения по поводу произвольных объектов. Ну, вот это вот то самое возражение, которое он против Чубера выдвигал. Как он его развивает еще? Он говорит, что вот есть некоторое выражение вот этого, переменная принимает значение. Эта фраза с точки зрения Фреги не ясна. Потому что переменная, она не определена, да, она как бы неопределенное что-то. Значение же это определенное число. Вот непонятно, как переменная может принимать значение. Но здесь опять Хорстон повторяет, что нет, произвольное натуральное число – это не натуральное число. Это сущность более высокого типа, чем конкретные числа. Ну, и неясно вообще, можно ли называть произвольное натуральное число числом. С одной стороны, у нас для произвольных натуральных чисел могут быть определены обычные арифметические операции. С другой стороны, произвольное натуральное число мы не можем линейно упорядочить ни в каком однозначном смысле. Дальше, для того, чтобы нам говорить о произвольных объектах, нам нужно еще по поводу физических объектов поговорить. Противопоставить их физическим объектам. Что интересного есть у физических объектов? Физический объект может принимать разную форму. И эта форма меняется со временем. Сегодня физический объект имеет одну форму, через сто лет он будет иметь другую форму. Например, он может рассыпаться, там еще что-нибудь с ним произойдет. То есть для физического объекта фактор времени оказывается очень важным. Но, тем не менее, когда мы говорим о физическом объекте и о том, что он может принимать разную форму с течением времени, мы имеем в виду, что физический объект является чем-то большим, чем просто временной срез этого физического объекта. Это может быть набор временных срезов или, не знаю, что-нибудь еще. Какая-то сущность, которая сохраняется на протяжении всей истории существования физического объекта. Здесь Хорстон приводит в качестве примера реку Лену. Вот он говорит, что вообще вот есть река Лена. В любой возможной ситуации она существует как река и как некоторое состояние, в котором эта река находится. Река может быть там... В ней может быть много воды, например, во время паводка. В ней может быть мало воды, например, когда паводок уже закончился. Вода может быть грязная, может быть мутная, может быть чистая, прозрачная и так далее. Это разные состояния, в которых река может находиться. Но для произвольных объектов оказывается так, что время – это фактор, который не важен. Произвольные объекты с течением времени не меняются. Однако для произвольных объектов важна модальность. И это модальность особого рода, о котором в дальнейшем Хорстон будет говорить. Ну вот, произвольные числа, например, это что-то сверх того состояния, в котором это произвольное число может... Какое-то конкретное, точнее, нет, произвольное число может находиться. Вот здесь вот это вот слово «может» оно как раз говорит о некоторой модальности. Что это за модальность такая? Хорстон отмечает, что это не метафизическая возможность. Потому что произвольный F может быть этим или тем F, но в действительности он не находится ни в одном из этих состояний. То есть бессмысленно говорить о том, что какое-то произвольное число в каком-то возможном мире стало тройкой, например. Оно не становится никаким конкретным числом. Произвольный объект не становится каким-то конкретным числом. Бессмысленно спрашивать, кем в действительности является какой-то... Какой-то человек, да, какой-то произвольный человек. Он мог бы быть этим человеком или тем. Он мог бы быть мной, мог бы быть тобой, говорит Хорстон. И бессмысленно спрашивать, является ли этот произвольный человек в каком-то из возможных миров моим соседом. Он может принимать некоторое значение. И значением будет конкретный человек, который является моим соседом. Но сам по себе произвольный человек не может становиться чьим-то соседом, например. Вот здесь вот модальность в выражении произвольный объект А может быть в состоянии Х. Это модальность суэгенерис, то есть она не сводится к другим модальностям. Она не может быть проанализирована как составная из каких-то понятий. И Хорстон говорит, что эта нередуцируемая модальность, она будет называться автоэритическая модальность. Автоэритическая возможность. Здесь вот может быть, значит, автоэритическая возможность. Автоэритическая возможность, это значит, возможность принять что-то в качестве значения. Ну, я не знаю, может быть, есть более удачный термин, чем автоэритическая возможность. Я просто буквально транслитерировал то, что там у Хорстона. Но Хорстон говорит, что вообще-то метафизическая возможность частенько скрывает авторитетическую возможность. Когда мы говорим об одном, нам может показаться, что мы говорим о другом. Допустим, речь идет о метафизической возможности. Ну тогда, говорит Хорстон, он приводит здесь Берджеса с его рассуждением по поводу того, что лучше всего говорить о состояниях, а не о возможных мирах. Потому что с точки зрения Берджеса миры не максимально конкретны. Это такое полное описание. Иногда нам нужно рассмотреть лишь какие-то отдельно взятые состояния. Например, мы монетку подбрасываем, и мы говорим, что монетка может находиться в состоянии орел или решка. Вот, если мы будем говорить о возможных мирах, то это не два мира, орел и решка. Это много разных миров, они друг от дружки будут отличаться. В одном мире монета выпала орлом, и там, например, существуют пегасы. В другом возможном мире монета тоже выпала орлом, но там, например, пегасов не существует. Это разные возможные миры. Ну и вот, когда мы обращаем внимание только на состояние монеты, нам более экономно говорить о том, что это состояние, а не возможные миры. Ну и еще там у Берджеса есть рассуждение о том, что это менее абсурдный способ разговора о состояниях. Вот, значит, произвольные объекты – это не фиктивные объекты с точки зрения Хорсона, потому что фиктивные объекты, они могут существовать в других возможных мирах. Например, Шерлок Холмс существует в каком-то возможном мире. Это в нашем мире он является фиктивным объектом, выдуманным, но в каком-то другом возможном мире он существует. А произвольные объекты, они не могут быть конкретными, поэтому произвольные объекты фиктивными не являются. Потому что быть в некотором состоянии для произвольного объекта – это не означает, что этот объект существует. Вот, авторитическая возможность, говорит Хорстон, нам вполне себе знакома. Когда мы, например, рассуждаем о некоторой честной монетке или о честной игральной кости, о честном кубике, то вот мы говорим об авторитической возможности. Мы говорим, что честная монета, например, с вероятностью 50% при подбрасывании упадет там решкой, например. То есть есть некоторая вероятность у этих состояний, которые она может занять, честная монета. Но, как я уже сказал, часто авторитическая возможность скрывается за метафизической возможностью. Например, мы берем конкретный кубик игральный, подбрасываем его, на нем выпало 5. И мы говорим, что могло бы выпасть 3. Вот в таком способе разговора мы имеем в виду метафизическую возможность. То есть вот у нас есть конкретный кубик, он выпал таким образом, что на нем 5. В каком-то другом возможном мире этот же конкретный кубик был подброшен, он упал, и на нем выпало 3. Поскольку там этот кубик на самом деле есть в другом возможном мире и с ним что-то произошло, это метафизическая возможность. С другой стороны, некоторая математическая идеальная конструкция, как честный кубик, она может находиться в некотором состоянии, она может находиться в состоянии 5 или в состоянии 3, но на честном кубике никогда не выпадет, ни в одном возможном мире никогда не выпадет там тройка или пятерка. Это лишь возможность для этого идеального математического объекта, что он может принять такое значение. Он может принять такое значение, но никогда это не случается. Произвольный объект не может этого сделать. Вот, то есть для произвольного объекта быть в состоянии значит принять какое-то конкретное значение. Ну, фактически это неверный разговор, потому что произвольный объект не может принять какое-то конкретное значение. Он не принимает, он не становится каким-то конкретным объектом. И кроме того, произвольный объект, конечно же, ну какой-то любой произвольный объект, он с необходимостью является тем самым любым произвольным объектом. Например, какой-то произвольный человек с необходимостью является произвольным человеком. Произвольное число с необходимостью является произвольным числом. но эти объекты не могут находиться в состоянии быть какими-то объектами. Кроме того, Хорстон кое-что говорит по поводу критики Эвансом онтологической неопределенности. Значит, пусть в некоторой ситуации у нас будет человек в Клэпхэмском омнибусе, это Джонс. У нас есть такой произвольный объект, человек в Клэпхэмском омнибусе. Допустим, в некоторой ситуации он принимает значение Роберта Джонс. Человек в Клэпхэмском омнибусе с необходимостью является человеком в Клэпхэмском омнибусе. Но Роберт Джонс не в любой ситуации является человеком в Клэпхэмском омнибусе. Он может не ехать в этом самом омнибусе, он может находиться где-нибудь в другом месте, может ехать на поезде, например, еще что-нибудь делать. То есть получается так, что есть какое-то свойство, которое есть у человека в Клэпхэмском омнибусе, и у этого свойства у Роберта Джонса нет. Ну, это свойство как раз быть с необходимостью человеком в Клэпхэмском омнибусе. Соответственно, Роберт Джонс не может быть с точки зрения тождества неразличимых, вот этих вот принципов ледница, Роберт Джонс не может быть человеком в Клэпхэмском омнибусе. Вот. Действительный физический объект не может быть больше того, чем он является в этом или том возможном состоянии мира. Но он больше своих временных срезов. То есть мы прослеживаем физические объекты на протяжении их истории и говорим, что это один и тот же физический объект. С другой стороны, произвольные объекты больше своих модальных состояний. Ну, поскольку модальными состояниями являются авторитические какие-то состояния, если можно так выразиться, да, авторитическая возможность. То произвольный объект является чем-то больше, чем вот эти вот авторитические состояния. Он может принимать одно значение, может принимать другое. и так далее. Прежде чем начать строить более строгую теорию, связанную с произвольными объектами, Хорстен предлагает рассмотреть пример. Это пример с кауферами. Допустим, у нас есть некоторое k. Это набор конкретных кауферов. Ну и мощность k равна p. То есть у нас количество кауферов равно p. Если кто-то не знает, кауферы это парикмахеры, короче говоря. То есть кауферы, вот это вот набор конкретных кауферов, это множество. Здесь кауфер 1, кауфер 2, кауфер 3, ну и так далее до кауфера с индексом p. Вот мы можем описать набор а произвольных кауферов. Набор а произвольных кауферов это набор функций из состояний в конкретных кауферов. То есть это некоторое множество элементами. Множество произвольных кауферов являются функции. Эти функции берут в качестве аргумента состояние. Состояние у нас просто пронумерованы. И в качестве значения принимают какого-то конкретного кауфера из множества k. Вот всецело произвольный кауфер sigma это произвольный человек, который может быть любым кауфером из множества k, но при он не может не быть кауфером. То есть он, например, может быть мужчиной, может быть женщиной, в принципе, наверное, может быть ребенком, но не может быть стулом, столом и так далее. Кауферами у нас, наверное, не могут быть животные какие-то, слоны, например, леопарды и так далее. Соответственно, всецело произвольный кауфер sigma не может быть леопардом, слоном и так далее. Дальше у нас есть некоторое пространство состояний. Оно обозначается заглавное омега. Это пространство состояний связано с A и оно должно содержать в себе не менее чем P состояние. То есть вот по количеству наших конкретных объектов, о которых мы рассуждаем. Далее мы можем выстроить матрицу. Матрица у нас будет произведение множества состояний на множество кауферов. Вот она будет выглядеть примерно вот так вот, то есть такой вот рисунок 3.1. Это у нас пары, какой-то кауфер и состояние. У нас по горизонтали различаются конкретные кауферы. То есть здесь этот столбец это кауфер 1, второй столбец кауфер 2, третий столбец кауфер 3, ну и так далее. По вертикали у нас различаются состояния. Вот второй элемент пары это состояние. То есть здесь у нас в этой строчке у нас первое состояние, в этой строчке второе состояние, в третьей строчке третье состояние и так далее. Вот этот вот, эта вот пара а и б, это получается объект какой-то в некотором состоянии. Так. Давайте еще по поводу этого рисунка тоже несколько слов скажу. Значит у нас получается так, что А это у нас набор произвольных кауферов, это набор функций, как я сказал, вот они здесь вот у нас заданы, то есть из множества состояний в множество кауферов. Каждая функция Sigma определяет, какой конкретный объект B является является значением функции в состоянии А. Так. То есть у нас произвольный кауфер это некоторая нить сквозь матрицу М. элементы, вот выделенных, выделенные, как сказать-то, выделенные коробками, что ли, ну квадратами, короче, выделенные. Это некоторое частичное описание нити, то есть это частичное описание произвольного кауфера Sigma. Этот произвольный кауфер находится в состоянии быть конкретным кауфером, например, вот быть конкретным кауфером К2 в состоянии 1, вот он, в состоянии 1 находится, принимает значение К2, в состоянии 2 принимает значение К1, в состоянии 3 принимает значение К3, ну и так далее. Вот. Дальше у нас мощность этого множества произвольных кауферов будет вот такая вот, P в степени P. И имеется всего P факториал всецело произвольных кауферов. Для всякого всецело произвольного кауфера сигма и всякого конкретного кауфера K и T имеется в точности одно состояние, в котором сигма находится в состоянии K и T. И вот у нас такая вот еще картиночка. Значит, конкретные кауферы канонически вложены в A как некоторые константные функции. Например, вот у нас конкретный кауфер K2 на этом рисунке канонически вложен в множество произвольных кауферов, как представлен в виде вертикального столбца, выделенного квадратами. Ну и можно еще ввести, конечно, какие-то высокопорядковые, произвольные, высокопорядковых произвольных кауферов. Ну тогда потребуется что-то сделать, чтобы не столкнуться с парадоксом Russell опять. Вот, да, то есть какого-то конкретного кауфера мы можем с константной функцией отождествить. Вот, ну, собственно говоря, давайте приблизимся к построению общей теории произвольных объектов. Значит, у нас есть, имеется некоторый вид F, это конкретные объекты. Мощность множества F равна Капа. У нас следующее определение. Значит, 3.7 это полное пространство произвольных объектов, связанное с F. F определяется вот таким вот образом. То есть домен функции выполняет роль пространства состояний омега от F. И подмножество A от F. О них можно думать как о меньших или неполных тотальных пространствах произвольных объектов, связанных с F. То есть у нас получается так, что вот этот самый набор произвольных объектов F, вида F, это множество функций, область определения которых это F и область значений есть подмножество F. Вот. Дальше у нас можно задать множество константных функций. Они вот так вот будут обозначаться A с индексом CT. Элементами будут канонические представители элементов F в полном пространстве произвольных объектов AF. Так, дальше. Для всякого свойства объектов F в некоторой области рассуждения, в некотором универсуме D имеется полное пространство произвольных объектов, связанное с F. И, следовательно, если любое подмножство D определяет какое-то свойство, то с D связан набор пространств произвольных объектов. Вот. То есть у нас есть вот это вот, некоторый набор пространств произвольных объектов для какого-то универсума, будем так говорить. Это множество, соответственно, полных пространств произвольных объектов. Вот так. Дальше у нас булевые операции определяются вполне обычным образом. То есть у нас в итоге получается так, что вот это вот AD, D, то есть полное пространство произвольных объектов, есть полная булева алгебра. Дальше у нас мы можем вводить ограничения до подвида. Допустим, у нас виды делятся на подвиды. Соответственно, вот у нас есть какой-то F это вид, G это подвид. Это будет вот так вот обозначаться, а вот F с ограничением до G. Это у нас будет пересечение А от F с декартовым произведением G на G. Вот. Ну и понятное дело, что мы можем А от F с ограничением до G просто приравнять к А от G. Дальше давайте посмотрим какой-нибудь пример. Вот у Хорстона это пример с учителями и директорами школ. Директор школы тоже является учителем. Вот. У нас есть набор учителей. Это Т1, Т2, Т3. И набор директоров школы. Это Т1 и Т2. То есть Т3 это учитель, который не является директором школы. Т1 и Т2 они и учители, и директора школы одновременно. Тогда мы можем сказать следующее. У нас будет пространство произвольных директоров. Вот оно так вот с индексом G от F. Оно уникальным образом встроено в А от F. И это неполное зависимое подпространство А от F. Определяется оно вот так. Как множество функций, которые принадлежат этому пространству А от F. Такие, что у них выполняется вот это условие. То есть применение функции к любому S из омеги является элементом G. То есть у нас результатом будут только директора школы. Так, ну и мы можем получить ограничение А от F до G из вот этого самого пространства произвольных, ну в данном случае произвольных директоров просто удалением некоторого набора состояний. Мы мощность F, из мощности F вычитаем мощность G и это вот то количество состояния, которое нам нужно удалить. Дальше у нас ситуация следующая. Вот этот вот рисунок 3.3, он не содержит того, что называется диагональными произвольными объектами. В данном случае о директорах школ идет речь. Здесь нет диагональных произвольных директоров школ. Что такое диагональный произвольный объект? Это объект, который для каждого, ну то есть он принимает некоторое значение только в одном каком-то состоянии. Вот здесь у нас есть один объект, который принимает одно и то же значение в двух состояниях. Так, это у нас... Какое из них-то? С, надо посмотреть. А, ну вот, а нет. Да, это у нас учителя 3, поэтому 3 состояния может быть, директоров только 2, соответственно, в каком-то из состоянии два раза один и тот же должен быть. Вот он. Во втором и в третьем состоянии Т1. Принял. Да, у нас Т1 и Т2 это директора, Т3 это не директор. Соответственно, у нас 3 возможных состояния есть. Но вот в первом состоянии у нас произвольный директор это Т2, во втором состоянии произвольный директор это Т1, и в третьем состоянии снова Т1 оказался. То есть это не диагональный произвольный директор. Но мы можем, конечно, эту проблему решить. Нам нужно сделать... Нам нужно говорить о частичных пространствах. До этого у нас были полные пространства. Если мы будем говорить о частичных пространствах, то тогда у нас диагональные произвольные объекты появятся. Значит, если у нас каждое состояние в омега равновозможно, ну или равнодопустимо, то тогда получается так, что АОДЖИТФ не содержит какого-то произвольного директора, который равновозможно может быть в состоянии Т1 и в состоянии Т2. Да, у нас тут получилось, что он в состоянии Т1 чаще попадает, чем в состоянии Т2. Это, в общем, не очень хорошо. У нас получается так, что не равновозможное состояние. Нам нужно как-то сделать, чтобы они были равновозможны. Вот. Для этого нам нужны диагональные директора школ. Соответственно, мы должны ввести вот это вот ограничение. мы будем говорить о частичном пространстве. Вот у нас получится так, что мы... Раньше у нас вот здесь было равенство. То есть функции... У нас это было множество функций, таких, что область определения совпадало с видом F. Множество значений было под множеством F. Здесь у нас теперь получается так, что это функции, область их определения это под множество F и область значений под множество F тоже. Это вот частичное пространство. Соответственно, у нас появляется возможность говорить о том, что в каком-то состоянии произвольный объект не получает какого-то конкретного значения. То есть его значение оказывается неопределенным. Вот здесь звездочками это неопределенное значение обозначено на картинке 3-4. Вот. Ну что ж. Это вот такие вот наметки для теории для общей теории произвольных объектов. Дальше Хорстен говорит еще о свойствах и качествах. Значением произвольных объектов являются конкретные объекты, но разумно предположить, что можно еще о произвольных свойствах говорить. Значение произвольных свойств это будут какие-то конкретные свойства. Свойства, они экземплифицируются объектами. У нас пространство, состояние произвольных свойств будет тогда определяться как. Набор пар из объектов и времен, то есть объект во время t какое-то обладает свойством, время поменялось, объект уже не обладает свойством. Хорстон говорит о каких-то произвольных цветах. Произвольные цвета это функции и состояние в такие пары. Быть произвольным цветом это значит, что когда-то быть красным, например, когда-то быть синим и так далее. Но Хорстон говорит, что общая теория произвольных свойств не разработана, по крайней мере он не знает о том, что кто-то бы выдвинул концепцию такую, но имеется связи с понятием случайных переменных. Что здесь очень интересно может быть? Интересно следующее. Некоторые свойства существуют как величины и они по сути являются количествами. То есть они могут быть функциями из пар объекта время в числа. То есть это какие-то что-то измеримое, какие-то измеримые свойства. И это то, что обычно называется научными переменными. Ну там, не знаю, масса, скорость и всякие другие характеристики, которые мы в физике можем измерять. Вот. Давайте поговорим о переменных количествах. Переменное количество, одно переменное количество можно считать некоторым стандартным. Например, там омега-последовательность можно брать в качестве некоторого стандарта. Вот. И математическое количество у нас, областью, значение которых будет подмножество натуральных чисел, будут представлять собой функции на определенные на натуральных числах. Функции над конкретными натуральными числами можно считать переменными, то есть произвольными числами. Функции над произвольными числами можно трактовать как сопряженные отношения между переменными количествами. Математические функции итерируемые. У них областями определения и значений могут быть сущности одного и того же вида. Для физических количеств это не так. И здесь Хорстон отмечает, что не ясен домен изменений математических количеств, потому что это не время, как вот в случае с физическими количествами, с научными переменами. Да. Домен изменений математических количеств это авторитическая возможность. Ну вот. В дальнейшем, поскольку эта книжка вся же философия математики посвящена, он говорит, что мы не будем останавливаться на произвольных свойствах, которые, ну вот на физических количествах каких-то, это обсуждаться уже не будет. На этом у меня все. Спасибо за внимание и попробую ответить на ваши вопросы, если они есть. Можно вопрос на уточнение? Вот там, где он, собственно, приводит формальное определение, значит, абстрактных объектов и пространств. Как там он их называет? Короче говоря, там, значит, вот где он в таблице иллюстрирует, то написаны пары, где вначале идет объект, а потом номер состояния. А потом, когда он определяет, у него вроде бы как аргументом функции является состояние, а значением функции объект. Это так и должно быть? Или это все-таки как-то перепутано там? Так, ну, вероятно, здесь имеется и путаница некоторая, потому что у меня тоже написано что-то по-другому совсем. Ну, давай какую-нибудь возьмем картинку. Вот, не знаю, вот эту, что ли? Для учителя и директора есть. Я себе написал конспект следующее. Сейчас найду. Да, что это пары А-Б, где объект B находится в состоянии А. То есть, по идее, вторым элементом должен быть объект, первым элементом должно быть состояние. Ну, и, собственно, по определению функции, вероятно, так и должно быть, да. То есть, видимо, здесь есть путаница, да. Ну, либо я что-то не понимаю. А у меня вот вопрос по поводу количеств. Как они укладываются вот в эту матричную систему? Я так понимаю, что матричная система может быть построена только для таких объектов и состояний, что состояний счетное множество. А если мы берем количество, то количество, количественные всякие характеристики, например, та же самая скорость или, например, длина, ширина, объем, они же могут выражаться и рациональными числами, и, например, быть в состоянии такой-то длины или иметь такую-то длину. И если длина меняется на множестве иррациональных чисел, то у нас такая матрица не может быть построена или может быть? Или это не имеет значения? Ну, во-первых, вот эти вот длина, скорость и так далее, это как раз то, что он называет физическими количествами, да. Ну, физическое количество – это, получается, некоторые произвольные свойства, а для произвольных свойств в общей теории нету. Вот поэтому не совсем понятно, будут там матрицы вообще какие-то встречаться, будут встречаться матрицы, будет как-то по-другому, может быть. Вот. Но, в принципе, можно, конечно, говорить, например, часто Хорстон приводит, или, может быть, это не в этой работе, но где-то мне попадалось, что он рассуждает таким образом, вот, допустим, математик заходит в аудиторию и говорит, допустим, N – это произвольное натуральное число. Но математик точно так же может зайти в аудиторию и сказать, допустим, N – это произвольное действительное число. Ну, тогда у нас будет не все так просто. Может быть, в дальнейшем он как-то это будет пересматривать, да, поскольку здесь примеры были о не более чем счетных множествах. Да, вот с учителями вообще множество конечное, а до этого кауферы там тоже это счетное множество. То есть вот эта вот штука, это вот параграф, в котором это все излагается, называется «Первые шишки». То есть он как бы, он там говорит, что он пытается приблизиться к общей теории произвольных объектов. Ну, вот это как бы один из первых наметков, как бы, да, такой наметок на такую общую теорию. Что дальше будет в книжке, я пока не могу сказать. Понятно. Мне кажется, что если представить результат измерения в виде десятичной записи, даже если она бесконечная, мы все равно можем тогда составить такую матрицу, опять-таки пусть даже она бесконечная, что, ну, на каждый знак этого числа будет существовать определенный диапазон значений и таким образом задать произвольную величину. Ну, может быть. Я тут не берусь суть. Если позволите, я бы хотел спросить еще. В самом начале Лев говорил о различиях между теорией Хорстина и теорией референции Бертрана Рассела. Вот хотелось бы немножечко прояснить, а в чем, Лев, видишь наиболее фундаментальные различия Хорстина с Расселом? Это различия с таким Расселом только. Вот я говорил о том, ну, тут Хорстон написывает раннего Рассела о переменных. Вот когда ранний Рассел о переменных рассуждает, то он очень похож на то, что делает Хорстон, и то, что у Файна есть. А вот Рассел после работы об обозначении, он уже отказывается, он уже не использует свою теорию переменных и говорит совершенно по-другому. А вот он уже начинает говорить, что эти выражения, они, ну, там, в самом начале, которые были, корова есть млекопытающая, например, соответственно, выражение корова, слово корова, оно не обозначает объект. Ну, Хорстон обозначает. Ну да, они, видимо, обозначают произвольные объекты у него. Так, ну, надо подумать, конечно, над этим еще. Спасибо, Лев. Ну что, какие еще вопросы, комментарии, еще что-нибудь? У меня есть комментарии по поводу равенства. Вот если мы смотрим на произвольные объекты, как на функции, то, ну, вполне понятно, что равенство должно действительно задаваться именно так, как оно было задано нам, то есть, что каждое из состояний должно совпадать у одного объекта и у другого. Но если мы возьмем такие выражения естественного языка, как, скажем, там, пусть А и Б будут двумя произвольными людьми в Клэпкомском омнибусе, то понятно, что в этом случае нам важно, чтобы конкретное состояние, которое мы берем, давало разные значения для А и Б. То есть, если у нас А в этом состоянии принимает значение Джон, то тогда Б уже не должно принимать значение Джон, потому что если оно будет, Б тоже принимает значение Джон, тогда это будет один и тот же человек, а нам нужно два человека. То есть, получается, что у нас, как бы, два разных смысла равенства для произвольных объектов должны использоваться. Ну, здесь тогда у нас, получается, идет речь о зависимых произвольных объектах, да, выбор значения для одного определяет выбор значения для другого. Вот, ну, когда он дает критерий тождества, он, ну, не говорит, вот мы для независимых определим или для зависимых определим. Может быть, это дается на воткуп более широкому контексту. То есть, вот, понятие зависимости и независимости у нас не фигурирует в критериях тождества. И, видимо, либо оно предполагается, как если мы имеем дело с зависимыми объектами, то у нас тождество-то то же самое, да, но вот зависимость влияет на выбор значений. Либо, либо, может быть, предполагается, что в дальнейшем критерий тождества будет пересмотрен. У меня есть еще вопрос про вот эти частичные пространства произвольных объектов, когда он там к учителям и директорам школ прибавляет неопределенные значения. Где-то кипятая табличка есть. Слайд. Да, вот здесь. Вот это какой-то странный ход, чисто интуитивно, как мне кажется. Он как будто бы к произвольным объектам добавляет другие произвольные объекты. Нет? Не знаю даже, как сформулировать вопрос. Ну да, я понимаю, мне тоже кажется, здесь есть некоторая тонкость, которую я у Хорстона не уловил. Что значит неопределенное значение? Мне осталось не совсем ясно, что значит неопределенное значение. Ну то есть, ну понятно, да, функция там не задана, да. То есть, то получается, мы имеем дело с не тотальными функциями, с частичными функциями видео. Угу. Ну, что значит для произвольного объекта иметь возможность принять неопределенное значение? Я не могу сказать. И про равновозможные состояния, это тоже странно. Ой. Почему равновозможные странно? Ну то есть он же рассматривает, например, вот этот, здесь же у тебя, здесь же на этом же слайде, сверху матрица. Да, он выделил рамками Т2 в состоянии 1 и Т1 в состоянии 2 и в состоянии 3. Но это же только один из возможных, одно из возможных распределений и состояний, а всего возможных распределений это сколько получается? Может быть, если мы рассмотрим все возможные распределения в сумме, то там как раз распределение возможностей по состояниям, это будет нормальное или нет? Нет, там не будет диагонального произвольного директора, потому что директоров всего 2, а состояние 3. Так, а что там, по какой формуле ты высчитываешь? По факториалу или по степени? Да. Так тут какая разница, какая формула там? Если у тебя 2 директора и 3 состояния. Ну не может быть так, что у тебя в 3 состояниях 3 разных объекта в качестве значения, если у тебя всего их 2. Ладно, не знаю, подумать надо. У меня вот еще такой вопрос. А можно ли понятие неопределенного объекта распространить? Ну, например, на понятие. Неопределенные понятия. Неопределенные смыслы. Если можно, то ведь неопределенный смысл, будет ли он смыслом? Ну, тут не о неопределенных идет речь, но о произвольных. Вот, произвольные. Значит, произвольные там изначально определялись как такие объекты, которые принимают значение из множества конкретных объектов. Ну, если мы можем говорить о конкретных смыслах, например, тогда можно говорить о произвольном смысле. Допустим, у выражения смысл n. Смысл какого-то выражения состоит в том, что n. И вот это n – это какой-то произвольный смысл. Это не значит, что он неопределенный, он произвольный. Хорошо, просто неопределенность с произвольностью, видимо, надо как-то разделять. Хорошо. Спасибо. А ни у кого не возникает какого-то такого, ну, остро-контринтуитивного ощущения, когда он говорит о том, что произвольное число не является числом? То есть понятно, как он к этому приходит, но кажется, что на этом месте стоит остановиться и сказать, что весь проект не работает. Мне кажется, интересный вопрос. Здесь надо сразу же переходить к определению понятия числа. Ну, видимо, число мы можем называть то, для чего выполняются вполне понятные арифметические операции, и то, что можно линейно упорядочить, ну, натуральное число. Ну, Хорстен говорит по поводу произвольных натуральных чисел, что арифметические операции-то мы, конечно, можем определить, но вот линейный порядок задать нельзя. Сама языковая форма этого выражения, она как будто бы противоречива. Возьмем произвольное число. К тому это высказывание говорит о том, что то, что мы взяли, должно быть числом, но нам говорят, что нет. Ну, да, мне понятно это возражение. Может быть, Хорстен бы мог ответить на него так, что то, что мы берем, это как бы некоторый placeholder. На место этого, ну, сам по себе placeholder не является числом, но мы вместо него можем поставить какое-то число, и тогда у нас все будет работать. Ну, да, если мы на место этого placeholder поставим что-то другое, что не является числом, то у нас вся конструкция сломается. Естественно, но у нас же произвольный объект определенного вида. Вот. Произвольный объект вида натуральное число. Да, я тебе сказала. Да, то есть произвольное число само по себе числом не является, но если мы на место этого placeholder поставим что-то, что числом не является, у нас конструкция сломается. То есть какая-то привязка к числам все-таки есть. Вот это и не то же, в стандартном смысле. Дело в том, что мы не сможем здесь определить вид. Мы никак не определим понятие математического объекта, как бы мы ни старались. Иначе бы не существовало многообразие философии математики. Что ж, строго говоря, произвольный объект вообще не является объектом, а является просто способом взятия этого объекта. и мы с ним работаем как с объектом, ну, чисто и условно. Но мы, по крайней мере, можем говорить о нем. И когда мы о нем говорим, мы говорим о нем как об объекте. Да, у него уже есть критерии тоже. Значит, он является объектом. Ну да, тем более. Ну, здесь еще одна загвоздка. Если нам кажется, что мы говорим о нем, то не факт, что мы говорим о нем. Нет, надо ли его как пространство состояний, то мы уже точно знаем, о чем мы говорим, о нем или не о нем. Ну да, вот заходит опять в аудиторию математика и говорит, допустим, x это число овец в данной задаче. И что он имеет в виду? Он имеет в виду, что вот есть какое-то произвольное, произвольное натуральное число, потому что овцы натуральными числами измеряются. Это натуральное число, абсолютно любое, которое должно выполнять условия данной задачи. Сейчас мы не знаем, что это за натуральное число, да. Когда мы об этих условиях начинаем задумываться, мы можем конкретизировать. И вероятность того, чем x в итоге окажется, становится, ну, как бы, она меняется. Соответственно, овец у нас оказывается, что они, например, ну, решаем мы задачу, и оказывается, что там 10 овец. А изначально мы не знали, что там 10, да, мы думали, что там может быть сколько угодно их. Ну, кроме бесконечного количества, например. Но это какой-то эпистемический подход, скорее. Хотя Хорстонт говорит об онтологическом именно, даже метафизическом. Этот подход больше в духе Фредди тогда получается. Да, Фредди, когда говорит, что такие выражения обозначают какой-то конкретный объект, но просто никто не знает, какой. Пока мы задачу не решили, мы не знаем. Решили задачу, все, мы выяснили, что это за конкретный объект. Но с другой стороны, когда мы доказываем какую-то теорему, мы же имеем дело с произвольными числами, мы можем сказать, возьмем любое четное число и покажем, что у него есть какие-то свойства. Например, что любое четное число делится на 2. Тут никакой конкретный объект не имеется в виду. Тут говорится о том, что какой бы мы объект, подпадающий под это описание, не взяли, у нас истинно получится. Действительно, этот объект будет делиться на 2. Ну что, видимо, вопросы пока исчерпаны, комментарии тоже пока нет. Концепция интересная, нетривиальная, я бы сказал, и многое о чем можно подумать в связи с ней. Да, спасибо, Лев. Надо, видимо, еще раз пересмотреть, прочитать. Не все уложилось в голове. А так интересная тема, интересный доклад. Ну, надо разбираться. Хорошо, тогда давайте на сегодня закончим наше обсуждение. Всем большое спасибо за вопросы, комментарии, за участие. Увидимся в следующий раз. Тогда всем до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok